Дороги, социальные объекты, жилищно-коммунальное хозяйство, бродячие животные. Многие сферы в Каменском районе развиваются со знаком минус. Но глава проблемного района на сессии Краевого парламента начал свое выступление по большому счету с плюсов. Выдано разрешение на строительство диагностического центра на территории городского поселения, город Камень-Найаби. Сдача данного объекта планируется в декабре 25-го года. Строительство позволит улучшить качество оказания медицинских услуг населению нашего и ближайших районов. А также позволит привлечь новых специалистов. В районе увеличилась и заработная плата, рапортовал докладчик. И добавил, что к концу года ее среднее значение превысит 37 тысяч рублей. Ближе к концу выступления Иван Панченко озвучил проблемы. Они касаются дорог. Протяженность дорог местного значения твердым покрытием в городе 94 километра. И не отвечают нормативным требованиям 75 километров. Это более 80 процентов. На этом выступление чиновника завершилось. Продолжили депутаты, которые назвали отчет блестящим, но неправдоподобным. Если по тепловым сетям в канун наступления холодов Иван Владимирович считает, что все ровно и жить можно, то статистика по Алтайскому краю показала, что показатели самые худшие – это Каменский район. Самый неподготовленный к отопительному периоду. С самыми большими долгами, самые большие теплопотери, со слов главы, это потому, что ему досталась советская инфраструктура. Вопрос, кто не давал, вам развиваться 30 лет. Клюшникова напомнила также и про состояние образовательных учреждений. По ее словам, одно находится в аварийном состоянии, окна другого утеплены целлофаном. Народная избранница не смогла промолчать и про каменские дороги. И самая большая проблема – это дорога в район Нефтебазы. Там район частного сектора и там район кладбище. И это все-таки надо маленечко поважительнее относиться. По этой дороге повезут каждого каменца, включая главу Каменского района. Поэтому все-таки нужно правильно расставлять приоритеты, правильно расставлять приоритеты. И эта дорога должна быть отремонтирована. Там ямы и ухабы. Высказались и другие депутаты по проблемам злополучного района. Напомним, отчет главы муниципалитета перед краевыми депутатами – первая подобная практика. Пройдет ее не только камень. И запомниться она должна не только критикой, но и совместным решением проблем в районах. Первый же результат стоит признать достаточно положительным. Ведь кроме того, что мы увидели на сессии, на самом деле основное общение с депутатским корпусом происходило накануне на комитетах и фракциях, разумеется. И там они могли задавать вопросы, получать ответы, разбираться в каких-то проблемных точках. Здесь на уровне все-таки комитетов и фракций действительно можно, по крайней мере, корректировать все финансовые потоки с тем, чтобы перенаправлять деньги на решение проблем. На сессии АКЗС, помимо критики, звучали и слова благодарности в адрес Ивана Панченко. Он стал первопроходцем среди руководителей муниципалитетов, который озвучил на сессии то, чем живет его район. Кто из глав будет держать удар на следующем заседании парламента, пока неизвестно.